друзья приветствую александр из рязани прислал образцы масла газпром нефть премиум n 540 полнозольное масло значит вот три баночки свежие и две отработки с разных пробегов с одного автомобиля но пробеги разные сейчас покажу вам описание значит вот отработка номер один это lada largus cross 18 года с небольшим пробегом в районе 50 тысяч километров так и отработка номер два можно сказать что в течение года у александра есть свой канал автодоработки и вот здесь описание двух этих интервалов так вот баночки значит эталон данного масла у меня есть поэтому я проверю сейчас свежие на соответствие эталону и потом проверю отработки так закладываю пару капель и давайте посмотрим что намерит прибор по этому маслу так ого совпадение отличное 101 процент по противоизносным присадкам гликоли нет сажи нет 181 кислотная 2 и 9 щелочное ой 9 и 2 щелочное простите в эталоне 9 и 2 щелочное и 1 и 8 кислотное то есть вообще один в один вот и по противоизносным присадкам даже полное совпадение да здесь единственный момент только вот по воде 1026 пм воды но это можно значит достаточно много воды в этом образце хотя по-моему я когда создавал эталон там немножко какая-то путаница была и немного завышена эти показания так все можно приступать проверки отработки как я говорил уже ларгус кросс 1 и 6 220 211 29 мотор 106 сил 52 52 1740 километров общий пробег 8500 на масле с июня по октябрь 21 года и топлива а и 95 35 процентов по противоизносным присадкам гликоля нет нитрова не на нормальном уровне сажи три сотых процента 295 кислотная и 4 3 щелочное также смотрите много воды но чуть-чуть чуть практически не ощутимо больше чем свежим то есть нормально по воде здесь так и в остальном все в общем-то неплохо единственное вот противоизносные присадки подработали сильно но здесь судя по кислотному начальному я так вспоминаю есть пару процентов значит эстеров то есть они дополнительную защиту должны обеспечивать так вот такая картина по первому образцу сейчас покажу вам сравнение вязкости первого образца значит на первом интервале воздушный фильтр использовался лада ливны средняя скорость здесь не указана вернее она указана 28 километров в час очень высокая при учет с учетом того что городская эксплуатация но помечено что точно александр не помнит поэтому я игнорирую этот показатель и давайте посмотрим да есть разжижение но она не такое большое плюс 29 процентов от максимального для городской езды нормальный показатель тем более здесь образец отобран в октябре в октябре более сырая погода могут быть дожди и вот попадание влаги возможно так второй образец то же самое автомобиль тот же самый только видите 61700 практически километров на масле около 9000 километров средняя скорость 19,3 это зима и средняя скорость существенно ниже но эксплуатировалась с октября по май 22 так сейчас прибор проверил калибровки там свои чистоту окон фона смотрите картина та же самая противоизноска продолжает также срабатываться также эффективно 22 процента так и здесь такой момент нитрования смотрите нарастает возможно это автозапуски зимняя эксплуатация забогаченная смесь здесь намного выше нитрования пассажи тоже та же самая картина естественно больше нитрования выше кислотная 327 но чуть пробега чуть больше хотя по моточасам прилично больше так и естественно чем выше кислотная тем ниже щелочное по воде тоже видите увеличение примерно там на 300 ppm больше но это зима и тут как бы нормально сейчас я покажу вам сравнение вязкости посмотрим что что с этим образцом так здесь на данном интервале использовался фильтр man w 914 дробь 2 так подписано но скорее всего здесь вот на самом деле автозапуск так александр указал что на холостых работает мало только в пробках двигатель но автозапуск зимний период и а так вообще холостых практически нет да тоже разжижение есть но она меньше чем в первом случае значит здесь 22 процента там 29 22 но это все-таки зависит от от периода эксплуатации во многом тоже вот да кстати не забывайте отметить видео кто не подписался подписывайтесь нажимайте колокольчик если не хотите пропускать уведомления и покажу вам сейчас прогнозы значит в первом случае у нас выше скорость средняя помните да это больше летней эксплуатации прогноз 10400 и нормально все с нитрованием во втором случае зимняя эксплуатация уже проблем по нитрованию ну вернее никак не проблема больше приехала 9200 примерно и значит ниже скорость но даже судя по этой средней скорости чумовые моточасы получились 476 моточасов даже по нитрованию самый минимальный результат а так под 500 моточасов по моющим нейтрализующим свойствам не масло конечно полнозольная крепкая но тем не менее результат просто какой-то фантастический но здесь надо учитывать что я так понимаю что мотор в отличном состоянии с минимальным пробегом ну я считаю что 50000 это и очень небольшой пробег вот работает четко значит никаких вопросов нет поэтому и масло так хорошо отработала просто с чем чем более изношенный мотор тем больше всяких проблем могут влиять на состояние масла как-то там датчика расхода топлива давать неверные показания лямда зонды например там форсунки какие датчики там температуры больше забогачивая смесь ну сами понимаете масса вообще вопросов даже с учетом того что мозги корректируют все эти данные но есть какой-то какая-то допуски там например мозг там принимает данные от расходомера там в пределах там от 1 от стальки до стальки и вот это тоже может влиять на масло в итоге все влияет все взаимосвязано и не знаю если средняя скорость верна значит я опирался на те данные которые александр предоставил то масло отработала вообще супер ну подозреваю что в этом моторе любое масло отработает отлично вот такая вот картина благодарю александра за предоставленные образцы пишите что думаете за поддержку канала все кто посмотрел данные видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся в следующих видео пока